Привет интернет, с вами Илья, это Игра, день и наши ежедневные топы, а также новости игровой мобильной индустрии. Я продолжаю делать интересные форматы для вас, а вы ребята жмите лайки, ведь как только тут мы наберем 1000 лукасов, я буду делать уже следующий свой выпуск, так что давайте сегодня подожмем. Ну а так, сегодня мы посмотрим инфу по игрушке Apex Legends на Android, я покажу новую игру в стиле Battlefield на мобилке и еще несколько реально крутых проектов. В общем, не теряем время, пишите комментарии, чтобы увидеть себя в следующем выпуске и поехали. Ну и начнем мы сегодня сходу с игрушки в стиле Battlefield и это Ghosts of War. Страница игрушки уже появилась в Google Play, однако сейчас пока доступна именно предварительная регистрация. Это игра от первого лица про вторую мировую войну и мы конечно же будем в ней участвовать. Мы выбираем противоборствующую сторону, снаряжение, оружие и тут же в битву, ведь вас ждет захватывающий онлайн шутер с игроками со всего мира. Тут нам доступна реально красивая графика, большой мир, а также крутые эффекты и все в этом духе. Видно, что игрушка очень симпатичная, качественная, так что будем следить и как только выйдет я дам вам знать. А мы идем далее и следующая игра на сегодня это Split Area, тоже прикольная аркадка, где мы режем игровое поле и стараемся не задеть шарики, которые рядом так двигаются. Поначалу это будет только один враг, а далее их будет много и конечно же нам они максимально будут мешать. Тут нужно выбрать в общем-то правильный момент, а также область, чтобы ее отрезать и как только мы отрезаем нужное количество уровня, то переходим уже на следующий. Также в игре полно игроков, есть бесконечный режим, так что точно стоит заценить. Так, ну а теперь я хочу показать новую игрушку в жанре РПГ, это Save Martin и она меня очень затянула на этой неделе. Это полноценный РПГ для Овец, где мы в роли принцессы отправляемся со своей армией спасать своего принца. Разработчик посвятил эту игру своей дочке и по-моему это реально очень мило и круто, и поэтому тут мы играем за такую милую принцессу в игре, что круто нас ждет полноценная история, юмор, а также тяжелый геймплей. Здесь действительно нужно все рассчитать для успешного прохождения, при этом тут мы не просто тупо отправляем свою армию, а делаем это с умом, иначе ничего не получится. Уровней тут кстати тоже очень много, они разнообразные, так что путь будет нелегким, обязательно советую попробовать. Твин, еще одна увлекательная игра, которая тоже мне в последнее время зашла. Здесь мы играем в онлайне с другими игроками и задача заключается в том, чтобы выбрать карточку из элементов ниже, а именно такую, чтобы она была и вверху. Таким образом тут нужно на максимум приучить нашу внимательность и сделать все быстрее своих оппонентов и выигрывать тот, кто быстрее наберет нужные баллы. Также мы используем различные бонусы, например заморозку, и это дает нам некое преимущество. Игра имеет привлекательный дизайн, но она позволяет круто провести время, так что обязательно зацепите. Among Us, еще одна крутая мобильная игра. Правила тут максимально простые. Мы решаем гололомки вместе со своими товарищами, а также не должны попасться в лапы грозного убийцы. Но дело в том, что кроме этого никто заранее не может узнать волка в этой овечьей шкуре, и это усложняет процесс. Короче, игра тоже крутая. Началось бета-тестирование игрушки Tiny Robits Richard на Android, и каждый может принять в этом участие. Тут каждый уровень представляет из себя 3D-площадку, наполненную различными декоративными предметами, а также различными устройствами, с помощью которых мы будем решать головоломки. Всего в этой игрушке представлено более 40 уровней, и тут нужно подключать голову. На самом деле, игрушка тоже очень симпатичная, так что если вы любите головоломки, то тоже советую зацепить. Ну и последнее на сегодня, и это, пожалуй, самое горячее, небольшая инфа по игрушке Apex Legends Mobile. Игру делают, и скорее всего, в начале 2021 года мы уже наконец-то сможем с ней познакомиться. На самом деле, вы меня частенько спрашиваете по этой игрушке, чуть ли не под каждым видосом пишите комментарий, и, ребят, я ищу информацию, однако ее крайне мало. И вот, буквально недавно вышла новая зацепка. Респонд разместили на своем сайте новую вакансию, а именно менеджер сборки и выпуска для Apex Legends Mobile. Это определенно такой намек, что выпуск будет все-таки в ближайшее время. Я думаю, что это будет либо в конце этого года, либо в начале следующего, и, возможно, там мы увидим первые беты этой игрушки. На самом деле, игра уже есть на страничке в TapTap, вроде как это официальная даже игрушка, так что там тоже можно так вот ее зарезервировать. Также, если, ребят, вам уже никак не терпится, то есть еще бета-версия от энтузиастов, которые делают свой порт игрушки Apex Legends Mobile. И ее тоже можно скачать, ознакомиться и так вот посмотреть, но это если вам прям совсем не терпится. Там, в общем-то, тоже разработчик периодически ее обновляет и улучшает, и надеюсь, что в ближайшее время тоже бетка обновится. Так что будем за ней следить, и ссылку на порт также оставлю в описании. Так, ну что, ребята, на этом наш выпуск на сегодня заканчивается. Как обычно, жду от вас лайки, комментарии и подписывайтесь на канал, чтобы быть в теме всех мобильных игрушек. Ну а так, смотрите мои прошлые выпуски, там про клоны кс на андроид поснимал и еще много всего интересного. Ссылки оставлю в описании. Ну и ладно, заканчиваем и скоро вновь увидимся. До встречи, пока. Субтитры сделал DimaTorzok